девочки всем привет сегодня мы будем делать макияж глаз палеткой собачками который называется девочки вот название я просто всегда говорила палетка собачками сразу от революшн понятно было о какой палетки идет речь но здесь это прям название прям что-то конечно не хватает знаете обзоров на на каждую палетку хотя бы представление и на просторах youtube а раньше это делали делала команда революшн в которой входила к армии тами и сов а сейчас тами больше все на instagram там по она еще на них работает карм я так понимаю тоже там это же они не особо от карме я кстати отписалась девочки но уже давно как только он начал вести канал только на итальянском и мне показалось что это не честно знаете то что ну его попросили хотя бы ну спросить почему он так решил вдруг кинуть своих я не знаю сколько у него по моему то ли 15 то ли 20 тысяч у него подписчиков было может чуть меньше может чуть меньше и он англоязычных ну то есть да англоязычное значит интернациональный но он без всяких изменений ну без всякого он мог бы объявить что вот он решил поэкспериментировать и вести девочки что я брала you better work я брала потому что сейчас мне не так важно будет держаться ваза весь день или нет я уже все дела по делу сегодня специально я вышла на улицу у меня нет контурирования лица я вы не делала и румяна как видите они уже отголоски остались можем обновить и вот я сейчас смотрю что у меня есть наверное стеллари возьму потому что здесь есть все что надо единственное что я не буду оставлю пока healthy glow можно было конечно пудрой пройтись но я думаю что не буду и потому хайлайтер не буду наносить но это потом сначала сделаем с вами макияж глаз и девочки палитра у собачек вот такая вот мне очень хочется использовать вот этот оттенок очень он красивый вот этот мне кажется красиво по-моему я его уже использовал а нет я право от рукой здесь есть бон вот такой вот оттенок для припудривания он пела бежевый у него есть пигментация зависимости от того какого цвета у вас кожи его будет может быть видно а может и нет ну и короче он без объяснения он просто ввел сначала вдруг начались видео идти на но я думаю кто на него был подписан те знают вдруг только на итальянском и когда он сделал собиралку на английском это я так понимаю потому что революшен возможно заказали то никаких объяснений причин настоящих не было а настоящие причины были что он стал иметь успех на итальянском языке сейчас у него канал очень неплохо вырос это конечно понятно то есть никто бы не обиделся но не хватало вот этого как сказать кто до этого он общался общался вы мои там милые хорошие а тут рукопа и и все любовь закончилась учите итальянский вот то есть ли чайка который так был как сказать который вел канал и был настолько открыт открыт он так себя позиционировал что он такой открытый и вдруг он закрывается тоже наверное я возьму кокос серый потому что серый с вот этим будет потом очень красиво сочетаться хотя если так подумать то вот этот и и оранжевый тоже будет красиво смотреться теперь я в затруднении может быть оранжевый знаете его во внешнее века складку возьму серый очень пигментированный очень и можно прямо угол глаза затемнять ну короче вот так вот и я подождала подождала может быть то есть если бы он вел и на английском и на итальянском языке я поставил потому что в принципе итальянские под настроение можно слушать и одна одну девочку подписано у нее ну только изначально и всегда был итальянский канал мне просто она сама понравилась и иногда звучание итальянского очень приятно расслабляет на 10 минут посмотреть видео знаете если человек делает сводчи и рассказывает про тени ну то есть очень много такого визуального или макияж делает а там особо много всего узнать не надо потому что можно угадать да я так и французские видео смотрю на французском языке правда французские в отличие итальянского я немножко учила в школе поэтому некоторые вещи я вспоминаю тогда вот и я короче отписался от армии потому что потому что и а и он начал только дорогую косметику и только за резким исключением бюджетную я считаю что в принципе это неплохо в этом ничего такого нету ну зачем мне смотреть на обзоры того что я не собираюсь покупать себе короче много всего было там причин я решила не быть подписанным канал также сов я тоже отписалась но это я вам рассказывала потому что у нее пошли очень такие молодежные видео что тоже очень здорово у нее канал очень классно вырос но у меня-то все еще те интересы остались как бы старый поэтому да ну это нормально знаете если вы вдруг например станете интересоваться садоводством потеряете интерес косметики совершенно там переключитесь на влоги вам влоги там нравится зачем вам 100 каналов собиралками с покупками косметики это тоже будут засорять вам эфир это все понятно то есть это совершенно естественно вот девочки такой оранжевый его возьму во внутренний угол глаз тоже будет красиво он смотреться ты рядом с серым будет тоже здорово если его немного набираете тушевать смотрите какой он красивый дымка ложится серый лёг хорошо но серый немножечко изначально такой знаете цвет грязи поэтому дымка красиво поэтому как и не приглядывайся кажется таким интересным оттенком так втушил сюда мне кажется будет так симпатично смотри и там и как-то редко начала выходить то у нее видео за видео было сейчас ой мне не хватает одной кисти прям чувствую какой видно они у меня наверно все испачкались я убрала отсюда возьму вот этот фукулёр фукулёр но он не так хорошо такие тени набирает посмотрим может быть все таки наберет нормально во внутренний уголок сейчас я сделаю пару свотчей смотрите какие хлопья возможно лучше даже важным способом набирать свотчей такие очень некрасивые здесь нужно наслаивать наслаивать чтобы свотч был ровным я сейчас вам покажу он как кусками на свотча ложится вы видите на веках то мне такое не надо думаю как бы нанести сейчас девочки я думаю чувакку вот и попытаюсь влажным способом набрать его вообще на эту кисть не набирать а вот теперь прям куском набрался блин ужасно жутко если я вам покажу что тут в рефиле делается смотрите каким ковком набрались тени все не надо то он же осыпется сто процентов блин не надо мне все все ага а убираю и на кисти вообще ничего не остается но вообще здорово и что я могу нанести сюда а ну что то все равно переносится как сейчас модно говорить это тени топпер нет это не топпер я не хочу чтобы не топпер был я хочу чтобы у меня был красивый бирюзовый оттенок тот который у меня был в рефиле не надо мне обманывать так попытаюсь вбить ну пару блёсточек уже упало да девочки похоже это что то вроде топпера то есть это будет что то как слюда как слюда переливаться на вашем глазе возможно нужно было на какой-то оттенок наносить попробуем пальцем ну тоже смотрите это конечно а ну пальцем лучше девочки пальцем однозначно лучше ой да и оттенок кстати классно смотрится но не передается вот здесь есть нежная голубоватость бирюзоватость вы видите а на веки как белые тени не передалась эта красота оттенка к сожалению даже при наслоении они выглядят как серые какие-то а у меня нет палетки под рукой нет надо туда лезть знаете какая та которая я вам показывала с радугой и небом от revolution я девочки нанесу на другой класс а как же она называется rainbow padlet по-моему она называется та которая на хэллоуин выходила помните вот там есть такой же оттенок но он передается обалденно я бы его сюда взяла ну вот ну куда ты полез теперь да эти конечно хопковые тени мне на мой вкус не очень ну вот в белых принципе оттенок в глаз ничего так девочки смотрится красиво мне не хватает чтобы оттенок просто раскрылся ну при ну при а видите третий раз на слайму начал проглядывать да но вот это вот вся срач иначе не назовешь то что у меня сейчас может быть я что-то неправильно делаю может я наношу как-то надо изначально по-другому или действительно только наслаивать пальцем упадет это прям очень ярко а смотрите в складке он уже у меня не держится в складке века если он туда попал то конечно нужно наверное здесь использовать клей для клитра девочки как у нас со временем 15 минут так ой 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 боже мой да на девочке надо подтирать очень осыпались эти блестки пока их вобьешь одна пятая часть под глазами остается ну я хоть аккуратно получилось бить и это конечно надо будет обновлять консилер однозначно и вот девочки распределились аж вот до сюда сами тенюхи распределились конечно потому что это складка века глаз глубоко посажен складка века у меня видите да куда входит она как гармошка вот теперь думаю добавить серого здесь есть коричневый серый вот сюда можно было что-то добавить просто смотрю понять не могу без ресниц конечно смотрится очень по-инопланетянски правда так девочки я что-то совсем меня выбило это из клеи давайте я вот этот возьму коричневый оттенок сейчас покажу вам вот он в палетке шиммерный сатиновый такой классический с ним проблем не будет он очень хороший ну то есть у меня проблем с ним не будет потому что по-моему я видела у Жени видео Женис канал девочки она использовала собачку у нее по-моему проблем не было что-то сейчас не вспоминаю и макияж были все очень красивые были у нее интересные цветовые решения ничего мне кажется слишком вычурного но теперь как-то симпатичнее смотрится да наверное знаете клей нужен вот здесь чтобы они приклеились не распределялись вот сейчас опять смотрите куда убежали тенюхи сделали революшн поэкспериментировали спасибо конечно за новую формулу с которой приходится знакомиться не буду растушевывать этот сатиновый оставлю пусть резкий будет переход фон как бы у нас уже есть оставлю его вот таким вот резким на фоне серого как-то красиво смотрится мне нравится нужно чуть-чуть повыше сделать Влажным способом, девочки, наношу, она практически как подводка получается. Просто не хочу слишком прям задирать. Хотя, возможно, было бы, знаете, симпатичнее, если бы вот тут вот шли повыше. Мне хочется так остать, если честно. Что-то в этом есть. Получается просто, что я вбок вытягиваю глаз. Не поднимаю его вверх. Должна вам признаться, с вот таким широко открытым взглядом мне нравится больше, чем если я закрываю. Потому что, видите, он мне вот тут вот распределился. Вот дальше. На оранжевый он ушел. А я бы не хотела его иметь на оранжевом. И сейчас... Сейчас его как-то нужно отсюда убрать. Но не факт, что он потом опять не распределится туда же. По-хорошему нужно было бы добавить базу под тенью туда. Ну, уже 20 минут. Вы видите, как он... Выглядит так себе пока, да? Так, оранжевый мне нужен, а оранжевый туда. Почему весь концепт, который я там вначале придумывала, в трубу. Все равно сложно распределяется, делает, что хочет. Эти хлопья. Возьму немножечко серого. И чуть-чуть его сюда добавляю, а то он совсем исчез. Что творю, сама не знаете. А с чего я вообще начала прокармировать? А, про то, что мне обзоров не хватает. Элементарных обзоров. Но я признаюсь вам честно, девочки, я бы только из-за дизайна все равно бы заказала. Даже если бы знала, что тени хлопковые, вот такие вот сякие. Потому что эти собачки, ну посмотрите, ну не милота. Почему они с кошечками не сделали, я не знаю. С кошечками тоже бы купила. Так. И внизу... Конечно, стрелка сейчас будет. Стрелку нарисую зеленую. Потому что у меня оранжевый в складке и тут коричневый. Тогда здесь я вытяну зеленцу немножечко. А на нижнее веко, вот не знаю. Так, ну нужно поторопиться, девочки, иначе я вам не успею макияж показать. Знаете, я, наверное, вот этот бронзовый возьму оттенок. А он, наверное, тоже хлопковый. Ой, как симпатично. Такой контраст получается. Но с оранжевым сочетается очень классно. Возможно, нужно, знаете, что добавить. Зеленый карандаш послезистый. Уголочек глаза. Может, какой-нибудь с оттеновый. Здесь мне ни один не нравится. Потому что я думаю, они будут такие все. Здесь взять. Здесь, я помню, тоже мне не нравился уголок глаза. Возьму из Фойл Фрэнзи, девочки. Так, давай. Какая я возьму. Сейчас смотрю на себя. Возьму-ка я вот этот оранжевый. Посмотрим, что получится. Эксперимент. Так, эксперимент. Так, мне не хватает зеркала. Не сочетается с вот этим. Слишком теплый. Давайте возьмем сверху розовый. Вот здесь есть. Пройдемся по нему уже розовым. Ну все, розовый уже не будет холодным. Нет, это я покорячилась. Может, испарю. Нет, лучше стало, да. Получилось. Ну, конечно, холодно-теплая какафония у меня на веках. Вблизи вам даже показывать не хочу, если честно. Задумка была классная, но тенюхи выбраны неправильные. Неправильные для этого макияжа. Тут уж ничего не поделаешь. Ну, мудрила так мудрила. Ну, кто бы знал. Я, если отсюда и брала, красится, вот сейчас смотрю, я брала знакомые текстуры. Поэтому я не знала, не помнила, что, оказывается, тенюхи-то крошатся. Так, 26 и батарейка мигает, и времени нет. Знаете, что еще вот вблизи сейчас смотрю, девочки? Что есть и что мне не нравится. Из-за того, что тени такие хлопьями, пятнистость получается какая-то. Я вам, я все равно приближу, покажу, пусть не удачный макияж. Ну, что поделаешь, сегодня такой день. А задумка классная. Ну, в следующий раз, девочки, как-нибудь. Для этого же макияжа мы возьмем палетку Rainbow. Там такие же оттенки есть, похожие. Только по консистенции они... Сатиново-металлические, они такие жирненькие. Они не такие, как тут. Я думаю... Просто там макияж будет красивой, покрасивее, чем здесь. Ой. Так. Кисточка, наверное, задела глаз. Так, и еще... Где у меня зеленый цветной карандаш? Конечно же, не здесь. А этот пойдет послизистый. Будет он хорошо рисовать. Посмотрим. Выбора у меня нету. Карандаш от Револ до Лупьянка. Довольно. Старый. Да, рисует. Ничего, пойдет. Может, было бы, конечно, поярче. Он как... Пастельный чайц. Я бы, конечно, хотела то же самое... Пучить. Что вверху... Видно, не судьба. Ну, немножко хоть отделила. Мне кажется, так симпатичнее смотрится. Да, даже не знаю, девочки. Честно скажу вам, если бы нужно было идти на работу, я бы стерла. Потому что вот эта вот пятница мне не нравится, не нравится. Я вам покажу. Может быть, если сейчас время останется, не отключится камера, я нанесу сверху какие-то тенюхи, потому что я не хочу сейчас весь день такой ходить. Даже если мне никуда не надо. Вот, девочки, на самом таком месте камера отключилась. Придется опять монтировать видео. Уже какое... Какой раз не успеваю. Это потому что вот эти хлопковые тени оказались не тем, чем я ожидала. Это, конечно, мешает стандартному макияжу. Так, давайте... Вот, девочки, на Сочи этот оттенок, в палетке этот оттенок здесь. Если у вас есть трюк, как использовать этот оттенок, чтобы он не выглядел так... Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Я его немножечко сейчас видоизменю. Хотя, блин, на камеру вот сейчас смотрю... Нормальный макияж, да? Это я в макро... Как сказать? В макроперспективе он мне кажется ужасным. А так вот сейчас смотрю... Ничего так, макияж. Хотя потом, может быть, на видео будет вам видно, я не знаю. Оставить, что ли, так? Или исправить? Если бы я стала исправлять, какой бы я отсюда нанесла? Нет, вы знаете, наверное, я так оставлю. Или... Раз уж я монтирую, сейчас принесу ту палетку. Rainbow. Вот, девочки. Это палетка. И она называется Rainbow. И у нее вот такая палитра. И здесь есть вот этот оттенок, который я имею в виду. Он передается на свочи, может быть, не так классно. Но он... Сейчас я его наслою. Чудесный оттенок. Необыкновенный. Необыкновенный. Волшебный. Вы видите? Голубой. Немного золота тут есть. Вот он. Вот сейчас будет вообще шикарно. Простите, я занимаю ваше время, да? Может, я где-нибудь ускорю? Я постараюсь. Вот. Совсем другое дело. Вот, вот, вот. Вот. Какая прелесть. Вот, девочки, вы видите, как от текстуры многое зависит. Вношу влажным способом, чтобы поинтенсивнее было, чтобы он не перекрыл эту а-ля красоту. Которая была раньше. Конечно, сейчас не искрится так, как здесь. Здесь прямо за счет этой какой-то слюты внутри. Искрится сильнее. Сейчас приближу, девочки. Камера может в любой момент отключиться. Извиняюсь тогда заранее. Вот вы видите, как вот этот глаз искрится. Тенюхи, да? Хлопковые. А вот этот, он однородно лег. Он перекрыл мне все пробелы. Все, что мне не нравилось, да? Но не искрится он так. Так. Вам вообще было что-то видно? Не очень. Да. Надо чуть-чуть этот видеть. Так, мне кажется, лучше. Ну, не знаю, девочки. Вот, короче, что у нас получилось. Я потом без вас уже докрашу этот глаз. А будем прощаться мы с вами на этой чудесной ноте. Здесь, конечно, мне опять нужно убирать. Это займет минут пять или шесть. Поэтому на камеру я этого делать не буду. Девочки, вот такая вот недособиралка получилась, но зато мы с вами поэкспериментировали. Эксперименты это всегда на грани. Это всегда значит, что не факт, что получится. Вот этот, конечно, обалденный оттенок. В следующий раз используем вот эту палетку. А из этой возьму... И я не знаю, в будни, может быть, я попробую. Я не знаю, как справиться с этими хлопковыми тенями. Все, девочки, всем хорошего дня и до следующего видео. Пока-пока.